Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Василий Федорович Тим. Русский живописец и график из адзеицких немцев, создатель батальных и жанровых сцен, академик академик художеств, с 1855 года издатель русского художественного листка. Родился в Риге в семье бургомистра Фридриха Вильгельма Тима в 1820 году. Его сестра Эмилия в 1839 обвенчалась с художником Карлом Брюловым. Начальное художественное образование Тим получил в Беркинрусской гимназии, а затем, перебравшись в Санкт-Петербург, посещал в качестве постороннего ученика класса Императорской академии художеств, в которой главным его наставником был профессор Зой Руэйд и Клод. За свои успехи в баталистической живописи он награжден от академии двумя серебряными медалями, малой и большой. Тим окончил курс в академии в 1839 году со званием художника 14 класса. Через пять лет после того отправился в Париж, работал там под руководством Верне, сделал оттуда поездку в Алжир и участвуя в парижских салонах, обратил на себя внимание любителей искусства картинами, русский фельдегерь, взятие с малой, ну и так далее. Я цитирую Википедию. Вернувшись в 1849 году в Петербург, принимает участие в оформлении знаменитого сборника «Наши списанные с натуры русскими» и многих других изданий, сближается с Булгариным, Гречием, принимая участие в художественном оформлении их произведений. Основная часть гравюр Тима выполнена в технике ксилографии и литографии. Современники называют его русским «Гаварни» за изящество и тонкий юмор книжной графики. Коллекционированию Тимовских изданий посвящали свои труды многие русские библиофилы. Тим много путешествовал по России, посетил Кавказ, где еще шла борьба с горцами и во время Крымской кампании находился при участвующих в ней великих князьях. За его акварельные и карандашные рисунки, большое количество которых находится в альбомах особ императорской фамилии Императорской Академии Художеств, в 1855 году возвела его в звание академика. Начиная с 1851 года, по высочайшему соизволению предпринял издание периодического сборника «Литографии» с небольшим объяснительным текстом под заглавием «Русский художественный листок», в котором помещал как свои собственные рисунки на камне, так и исполненные другими художниками. Большинство рисунков было перенесено на «Литографский камень» самим Тимом. Журнал выходил в свет в течение 11 лет, по 1862 годы, до тех пор, пока из-за болезни глаз художник не прекратил издание. Умер в возрасте 74 года в 1895 году. Вот так вкратце из википедии о русском живописце и графике Василия Федоровича Тимми. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok